Андрей Дэвидсон Мама Надежда Николаевна, 1966 года рождения, профессиональный штукатур-моляр. В возрасте 4 лет Андрей с мамой переехали в Москву. Андрей Дэвидсон учился в средней общеобразовательной школе в районе Кузьминки. С детства ходил в синагогу, пел в еврейском хоре под руководством Светланы Золотаревой. В 13 лет вместе с другими ребятами состоялась его бармитцва в хоральной синагоге. В 2007 году поступил в колледж при ВГИКе на факультет техника и искусства фотографии. Планировал поступать во ВГИК на оператора-постановщика. На первом курсе в 17 лет начал работать режиссером фэшн-видео. В 2011 году окончил колледж. Поехал в первые зарубежные командировки. Побывал в Европе, Марокко, Турции, Израиле, на Сейшельских островах. В 2014 году поступил во ВГИК научное отделение факультета продюсер кино и телевидения. В этом же году создал онлайн-киношколу, лекции в которой давали мастера телеиндустрии. Николай Лебедев, Николай Куликов, Максим Уханов и другие. В 2016 году был отчислен из ВГИКа за непосещаемость. После отчисления поступает на заочное отделение, параллельно открывает рекламный продакшн. Сотрудничает с Азбукой Вкуса, МТС, Ламода, Дисней, Тинькофф. В 2002 году оканчивает в ГИК, переезжает в Израиль учиться в Иерусалимской Иешиве, Яд, Рама, Уравина, Ильяву, Гладштейна. В Израиле продолжил продюсерскую деятельность. В 2023 году вернулся в Москву. Андрей, соблюдающий еврей, любит джаз, путешествия, активный спортивный отдых. Любимый фильм «Ночь» Микеланджело Антониони. Режиссер или продюсер? Больше продюсер. Да, да, да. Андрей, спасибо большое, что приехали к нам. Ни для кого не секрет, что мы записываем заранее. Сегодня 1 мая. Нам пришлось все работать. Непривычно работать 1 мая, но у вас уже все расписано на весь день. Вы уделили время нам. Спасибо большое. Спасибо, что позвали. Но функция продюсирования и функция режиссуры отличаются в корне. Продюсер – это управленец, менеджер, тот человек, который любит деньги. А режиссер – это кто работает за еду и, собственно говоря, получает удовольствие от процесса. Но при всем при этом командует всей съемочной группой и постанцами, и операторами, и гафферами, и звуковиками. Я готов чуть вклиниться, если вы вас болеете. На самом деле режиссеры больше любят деньги, чем продюсеры. Поэтому у них такие большие гонорары. А продюсеры, скорее, они предприниматели. То есть чем отличается предприниматель от бизнесмена? Тем, что бизнесмен работает по найму, а от предпринимателя он все время рискует. Вот. И бывали такие проекты, когда мы вообще ничего не зарабатывали, а платили только режиссерам. Поэтому режиссеры на самом деле больше любят деньги. Но бытует мнение, что режиссеры действительно управляют всей командой. И так оно, по сути, есть, но как бы есть такой костяк основных. Это вот оператор, актеры и художник-постановщик, например. Со всеми остальными больше руководит либо главы цехов, типа, например, оператор своими светиками, ну, как гафферами, да. Звукорежиссер своими какими-то миньончиками. Вот. И это так, если раскидать по должностям, по обязательствам. То, кем командует. А продюсер командует режиссером. Или режиссер все-таки... Или продюсер прислушивается к режиссеру. Но главный вопрос, у кого деньги? У кого деньги, да, Любовский. Вы сказали, что это такие режиссеры. Where is my money, да, Любовский. Зависит от проекта. Если проект рискован, рисковый, то, конечно, деньги у режиссера. Опять-таки, как договоришься. У нас система больше договорная. Да, отвечай, как продюсер истинный. Вот. Продюсер, скорее, вот если он... У него есть роллти какие-то, да, уже как он продал проект, потом его перепродает на какие-то каналы, платформы. Там он, скорее всего, и заработает какие-то свои деньги. Но опять-таки, и продюсеров есть множество. Там есть генеральный продюсер, который как раз-таки рискует, который предлагает свою идею на клиенту, назовем это так, либо платформе. Да, он идет в этот риск, вкладывает свои деньги и может их все потерять. Такое тоже бывало. Есть продюсеры, которые больше производственные. Например, линейный продюсер или там исполнительный продюсер. Как раз ему отдаешь деньги, он за них отвечает, он их распределяет и правильно ведет проект. Поэтому вот, как бы, он такой директор. Раньше в кино советское были вот директоры картины. Сегодня это исполнительные продюсеры. Ну, то есть, что пришло у нас из Америки, из Штатов. Поэтому тут как сложится проект. Давайте так, кино – это очень непредсказуемая такая субстанция. Ваш полный тезка, канадский писатель, вы знаете, наверное, да? Да, но я с ним не знаком. Он написал одну известную книгу. И ему за эту книгу сразу выкатили какую-то безумную предоплату. 1 миллион 250 тысяч, то ли долларов, то ли евро, я не помню, по-моему, долларов. Вот продюсеры работают на предоплату. У вас были в жизни такие проекты, чтобы вы только на пальцах рассказали и уже люди сказали, да, мы вкладываемся. Конечно, да, идут за имя. Есть проекты, в которые, давайте так, распределим по включенности людей в систему ценообразования. У нас, к сожалению, или к счастью для продюсеров, давайте так, к счастью для продюсеров, к сожалению для всех остальных, кино только зарождается, оно такое очень молодое. И у нас как таковых правил вообще нет. У нас, в принципе, даже профсоюзов как таковых нет. Там есть профсоюз у операторов и у Светиков. У актеров есть. Денис Кирис. Ну, опять-таки, какой он, насколько он работает, насколько это все действительно помогает актерам. Потому что если взять Светиков, то у них установили, что у них, допустим, там, не знаю, 18 тысяч в смену, оно так и будет, ты не можешь дипинговать. Это в России даже? В России, да, да, да. То есть это именно про Россию. То есть меньше 18 тысяч в смену осветителю ты платить не имеешь права? Ну, к гафферу, например. Конечно, можно по договоренности где-то что-то, но любой гаффер может сказать, вот у нас есть распорядок, и мы как бы по нему действуем. К чему я это? По идее, нужно, конечно, платить предоплату. По идее, лучше всего, когда, допустим, это обычно работать со сценаристами. Ты не можешь снимать проект без сценария. И, конечно, первое время ты плачешь сценаристу какие-то деньги. Но... Чтобы он работал не вот, не в камеру, а пока еще как бы... Конечно, да. То есть еще неизвестно, будет этот проект, не будет проект, просто пока разработка, пока сценарный, там, не знаю, эпизодный план. Да просто синопсис напиши. Ты берешь, нанимаешь сценариста, он как бы заработает. По сути, ты нанимаешь. Но есть множество продюсеров, телеканалов, особенно, когда это мейджеры какие-то, когда это, не знаю, там, условно, какой-нибудь из Газпром-медиа. Приход тебе продюсер, а ты только начинающий сценарист. Конечно, ты будешь работать за какой-то последующие проекты. Ты не можешь сказать, знаете, давайте ко мне сначала предоплату. Иначе тебя просто уберут с рынка и не будут с тобой работать. Ну как, не то, что уберут прям совсем. Да, мы не какие-нибудь там... Проходимцы. Проходимцы, да. Мы все-таки не синдикат, который устанавливает свои правила. Но ты работаешь, скорее всего, на свое имя. Но в Штатах, поэтому есть у них эти демонстрации, они выходят и борются за свои права. Нужно оплачивать, ну как бы нужно давать предоплату. Потому что это часы, это работа, и это стоит денег, да. А что такое шоураннер? Это новое понятие для нас. Давайте мы прилетели с Марса, два инопланетяина, которые только осматриваются в Москве. И услышали слово шоураннер. Конечно, люди погруженные, конечно, вы и ваши коллеги все прекрасно знают. Мы не знаем. Скажите нам, что это. Да и мы на самом деле не знаем. Давайте так будем честны. Шоураннер это как бы и продюсер, и креативный продюсер, и еще и сценарист. Ну то есть тот, кто отвечает за то, чтобы проект шел согласно заданному и придуманному сценаристам, главным сценаристам, и как бы идеей. То есть чтобы он придерживался, чтобы серии не переходили, не путались линии, чтобы сезон первый, допустим, сопоставлялся со вторым, либо второй с первым. По сути, шоураннер это креативный продюсер. А Винсу Геллигану кто-то помогал писать? Или он пишет сам? Сейчас же у него новый проект. Вот это хороший вопрос. Он взял, это не имеет отношения к сиквелу «Лучше звонить соло», это не имеет отношения к проекту. Он просто взял опять из этой системы актрису, которая была девушкой девушка Солы Гудмана. Вот его коллега. Она сейчас там играет, будет играть главную роль, но к нему с бабками выстроились очереди. Там идет борьба за то, чтобы вложить в этот проект. Вот Андрей задал вопрос. Я еще не заговорил. Давай продолжим. Вот то, что касается телевидения, мы знаем практически все. Мы знаем там отношения финансовые. Но подожди, стоп, стоп, стоп. Но Винс Геллиган это вот чистый шоураннер, да? Конечно, да. Потому что, давайте так, у него есть еще такой проект. У него есть, у нас, мне кажется, такой, это не Коля Куликов, а Ваня, сейчас же Иван Куликов. Как-то так, его фамилия, который написал, сейчас скажу. Мы не знаем никаких Куликовых, мы знаем вас, вы для нас самый лучший. Я ни в коем случае не шоураннер пока еще. Вот, скорее просто автор и продюсер на каких-то проектах есть прекрасные шоураннеры в моем окружении. И, то есть, в чем задача его, как Винса Гиллигана? Набрать себе классных авторов и вести их, чтобы они писали не то, чтобы за него, а скорее, когда ты уже такого статуса, то ты берешь скорее флагманские проекты, очень сильные, которые тебе интересны прям максимально. Когда это превращается в сиквелы, в триквелы и так далее, то это уже вопрос денег скорее. И ты на самом деле очень сильно устаешь от одного и того же продукта, потому что, что Breaking Bad, что Звоните Солу, что скорее всего вот этот вот, не знаю, это будет сиквел или поприкил. Мистический проект, там мистика, какая-то историзм, то скорее всего идут от чистого криминала. то есть чуть-чуть, может быть, он устает от этого и будут писать за него. Ну, то есть, с этим проектом не знаком, только предполагаю. То, что касается телевидения, мы в принципе все знаем, но не все, конечно. Вот в России, в Москве, особенно все телевизионные отношения строятся на отношениях. Абсолютно. А вот в телевидении, вообще СМИ не зарабатывает никогда ничего. Последняя попытка заработать на средстве массовой информации была у Аркадия Вайнера и Натальи Дарьяловой, когда они создали телеканал Дарьял ТВ и вложили туда, по-моему, миллион долларов личных сбережений, личных средств. И за их деньги существовал этот механизм. И они думали, что на рекламе можно заработать. Это было глубокое заблуждение. И, в общем-то, поняв это, они сгрузили с себя ответственность на шведский концерн Виасад. Продали там за копейки этот телеканал. Это была, мне кажется, была последняя попытка заработать на телевидении. На самом деле все, любая газета, любой телеканал, любая радиостанция существует за бюджет невозвратный, который просто тратится для того, чтобы на то, что это ресурс ресурс СМИ, это влияет на общество. С этим понятно. А вот то, что касается кино. Бывают кинофильмы, которые зарабатывают. Вот я не могу поверить, чтобы в кино сейчас сходили столько зрителей, цена билета которых могла бы миллиарды долларов принести. Какая здесь... На чем вы зарабатываете? Да, какой циниз? Если брать кино, на том, что ушли менеджеры и заграничные. На том мы зарабатываем сейчас, потому что выбора нет и люди ходят на то, что предлагает рынок. А если касается сериалов? Сериалы, опять-таки, мы не знаем... Я не владелец платформы, и мы до конца не знаем, какие показатели и правдивы ли они, которые предоставляют нам платформы по поводу просмотров и так далее. Потому что отчеты нужно вести перед инвесторами, и, возможно, как и автомобили, которые продаются на автору, подкручивается пробег. Да, только в другую сторону, не в меньшую, а в большую. Поэтому, безусловно, есть какая-то реклама внутри. она не совсем явная. Больше происходит на подписках. То есть, чем больше людей подписываются, тем больше у нас есть денег. Условно. Но мы не знаем до конца, правда это или нет. А вот я уточню вопрос. Платформа, которая покупает или... Ну, не покупает, а, конечно, у нас нет рынка кинопроизводства. Кинопроизводство финансирует изготовление сериала. Вот, мне кажется, что они потом большие деньги приносят не их показ на платформе, а то, что они потихонечку продают вот в этом фонбет, в этим каким-то левым конторам, тихушным каким-то сайтом игровым, у которых реальные деньги. И которые потом запускают с кривыми адресами, но на массовую аудиторию. Если такое есть, то это гениально. Да. Пример. Позавчера вышла. Нет, это неофициально. Они говорят, что это пираты, но на самом деле у них есть такие отношения. В этом нет ничего плохого. Позавчера вышла серия Perish. По-моему, шестая серия первого сезона Perish. Утром я прям сидел, мониторил, мониторил. Утром она появилась, ну, то есть, ее анонсировали на американской платформе на какой-то. У нас она появилась через час или через два, вот на этих всех фонбет и так далее, без перевода. Днем появился перевод ну, какой-то непритягивающий, а вечером уже перевод тот, в котором можно смотреть. я считаю, что ребята просто, которые занимаются переводом, очень, ну, представьте, какая у них система для того, чтобы приведут себе зрителей. У них же тоже рассчитано на, то есть, возьмем YouTube. Когда ты блогер, ты нанимаешь, точнее, как ты предлагаешь свои услуги в виде рекламодателя, ну, как, рекламной площадки, в виде своего ролика и гарантируешь, либо обещаешь своему рекламодателю, что вот там будет, допустим, там 200 тысяч просмотров. И за это в первом слоте или во втором слоте или в третьем слоте, в зависимости, да, от продолжительного ролика тебе выделяют бюджет. Там реклама, например, 150 тысяч, либо 200, неважно. Но ты гарантируешь, у меня будет 200 тысяч просмотров. Также и переводчики, они тоже гарантируют, что у нас будет там в первое какое-то количество времени такое-то количество просмотров. И поэтому, если сериал уже просмотрел какое-то количество людей с другим переводом, маленькая часть перейдет к более классному переводу. Только фанаты этого именно перевода. Поэтому они должны тоже работать оперативно. Это прям работа на износ. Да, я был просто, и там пытаются попадать в... Липсинг, да, да, да. Липсинг. Липсинг это называется. Кстати, запишем, да, в липсинг. Здесь вылезет. В липсинг попадать и так далее. то есть, молодцы. Это очень круто работает. Еще вопросы, мы тогда перейдем уже к интервью. Два вопроса. один твой, один мой. Два-три года назад, я знаю, помните, как говорил Чебайс, у нас очень много денег. Онлайн кинотеатры говорили, но не всем, а говорили близким, не нам, к сожалению, что у нас очень много бабла, нам некуда его девать и у нас нет контента. Мы готовы финансировать, покупать все, что угодно. Вы как-то с этим сталкивались и действительно, это было там, ну, два года назад, может быть, три года назад. Это правда? Можно ли работать по этой схеме? вы входите в какие-то отношения с генеральным директором онлайн кинотеатра ОК и ИВИ и так далее и делаете хороший контент уже под готовые деньги? Изначально, когда онлайн кинотеатры так говорили, онлайн платформы, они заключили контракты на предоставление таких своих, ну, как платформы и с мейджорами, допустим, там, с тем же Бодрючаком на производство конкретного количества фильмов в год. Там, ОК и ИВИ заключили контракты с тем же Федоровичем, например. И есть обязательства, ты пред... То есть обязательства в чем? Ты, платформа, рассматривает эти идеи первостепенно. Как и я, как владелец там бизнеса, своей киностудии, предоставляю свои идеи им в первоочередную. То есть если они отказываются, тогда я несу на другие какие-то платформы. То есть вот в этом был как раз союз. И... Не скажу, что это было ошибочно, потому что до сих пор это действует, но проблема другая, что платформы-то хотят поглощать. контент и хотят его показывать. Но нету сценаристов. То есть нету хорошего контента, который завоюет внимание зрителей. Потому что задача же платформы в чем? Не просто показать что-то, не просто финансировать, а именно этим проектом, как флагманским, притянуть себе аудиторию либо с другой площадки, либо которой еще нету нигде. Поэтому должны быть прям топовые вещи. А вот для них нету сценариев. Какие самые интересные жанры современного телевидения? Ну и немножко вперед, если заглянуть, что работает на телевидении прям супер? Секс, убийство, запрещенка всякая. Нет, жанры. А, ну вот я говорю, это... Криминал. Ну, не то чтобы криминал, скорее всегда работает драма и комедия. Драма, ну то есть комедия сто процентов всегда работает, потому что, ну у нас всего три месяца, в году лето. Вот, а все остальное время мы скучаем и грустим, и нужно хоть как-то повышать у себя какой-то бифамин. И комедия, это прям самый лучший, самый лучший контент. И драмы с элементами комедии, потому что, ну, лучше всегда смотреть на то, что плохо у других, нежели у себя. А с кем лучше работать? С онлайн-кинотеатрами или с телеканалами? Давайте так, с телеканалами мы почти вообще не работаем, даже сказал бы не работаем. Мы работаем только с онлайн-кинотеатрами, потому что телек для нас это что-то вот вчерашнее, наверное. Но на телеке не считают деньги, как до сих пор считается. такой вот есть некий миф. Потому что, тем более, сегодня, когда телеканалы борются за зрителя, соперничая с онлайн-кинотеатрами, но благодаря телевидению мы получили все те жанры, которые есть сейчас в интернете, даже на ютюбе, типа, тех же шоу. Макьюментари? Ну, Макьюментари это такое, лживое, как сказать, поддельный документальный фильм, да. Ну, или псевдореалити. Ну, псевдореалити, да. Вот. Но то, что мы сейчас смотрим на ютюбе, это благодаря телеку. На телеке сейчас, телек даже сейчас стал принимать жанры, которые есть на ютюбе. Например, возьмите подкаст, который сейчас есть на первом канале. А сто процентов подкасты, подкасты оттуда. Абсолютно, А это еще со времен радио пришло, подкасты, а точнее даже не то, что радио, а вообще подкасты очень интересно, как получились. Когда появился iPod первый, вы знаете эту историю, да, когда появился первый iPod, и были бродкасты тогда, и благодаря тому, что пользователи смогли выбирать, что им слушать, благодаря iPod, то есть не там загружать какую-то, точнее так, не ловить радио, а загружать свою музыку и выбирать ее. Также появились в итоге подкасты, потому что люди стали говорить, мы хотим слушать те бродкасты, которые мы хотим. И так появились подкасты, именно как iPod и бродкаст. Ну и когда начали вставить в радиостудию камеры, а потом в радиостудию стали ставить камеры, и постепенно это все перемешалось настолько, что сегодня на первом канале есть подкасты, то есть что перешло из интернета. А например, на радио Москва.фм заходишь на сайт, список программ, передач и так далее, и потом ссылка подкасты. Да, но подкасты это те же, зачастую те же журналисты, которые работают на радио, только немножко в другом формате, уходя от новостной повестки, и они разговаривают о том, о чем они хотят, чуть с большей степенью свободы, а так на самом деле это те же радиопрограммы, ну и те же камеры там стоят. Сто процентов. Так, теперь Андрей интервью. Да. Хорошо. Где вы родились и где воспитывались, где ходили в школу? Разные города, да. Родился я в Березняках, это Пермская область. Там же, где Ельцин. Там же, где Ельцин, да, и где мама Пугачевой. Вот, такой вот городок, окруженный. Там же, где мы купили собаки. Березняки, Кирилл, нет, это Кунгур, это разные. Нет, это Березняки. Нет, Кунгур, Кунгур, не путай. Ну потом сверитесь. Вот, кстати, часто путают Березняки с Кунгуртом. Город, он такой, знаете, окружен этими заводами, фабриками и СИЗО. Поэтому контингент всегда очень интересный и выбраться из этого города всегда представлялось особым приключением. Вот, мама меня перевезла, лучше так сказать, это не сам же переехал. Четыре года в Москву. И здесь как бы начался мой путь. И учился в школе вот в Кузьминках в районе Ювау. А вы после этого были в Березняках уже в солидном возрасте? Да, частенько ездил туда, частенько даже, помню, в подростковом возрасте получал приветы по лицу от местной детворы. А сейчас у меня там живет двоюродная сестра, трое племяшек, обожаю их. Если моряшка будет смотреть, привет его огромный и всем остальным. Большой привет. Большой привет. Вот. Что еще? Совсем недавно, кстати, ездил на Новый год в Березняки. И нет, меня с Березняками многое что связывает. Это у моей мамы отношение к Березнякам довольно-таки двоякое. Она оттуда, скорее, сбежала и выбралась. А я туда езжу как приятным воспоминанием из детства. И плюс у меня там родственники. Я человек такой семейный и для меня очень важны семейные узы. А это же Пермский край, насколько я понимаю. Ну вот мы были в Перми прошлым летом. Я был поражен этим городом. Мне он понравился настолько. вот эта река Кама. Да, да, она удивительная. Очень красивый город, рельеф этого города. Ну, в общем, город шикарный. Город, построенный заново. Центр, я имею в виду плоскости по-собянински, вот эти плоскостные сооружения все. Город классный. Он своеобразный, да, согласен. То есть, я не могу сказать, что я знаю Пермь. Скорее всего, вы лучше ее знаете. Может быть, дольше были. Я вот именно по Березнякам. Но знаю, что Урал, он удивительный. Он с какой-то своей энергией. Наверное, так можно про каждое место сказать в России. Там кто-то скажет так про Алтай. Я говорю про Урал. На Алтае не был, поэтому только про Урал. И меня он заряжает. То есть, вот сколько раз я был туда приехать и так чуть-чуть перезагрузить мозг после каких-то событий. Самое то. Но вы себя комфортно чувствуете? Или все-таки вы там московская звезда? Селебрити, который приехал на пару дней? вы что? Я ни в коем случае не ссыру себя с московской звездой, уж тем более селебрити. В том подтверждение, когда начались события, связанные с Москвой, тут сколько, два года было недавно. Я приехал в Израиль и работал простым официантом. Как бы вообще себя не ощущаю селебрити. Даже когда предложили мне сюда доехать на машине, ну, в смысле, чтобы вызвать такси, я как-то засмущался. Мне проще самому. То есть, вообще себя не ощущаю. Поэтому я приезжаю в Березняки как просто к семье. В очередной город. А вы в Кипе ходили в Березняках? Да, конечно. Вы всегда в Кипе? Ну, вообще да. То есть, кроме души и спортзала. Для меня Кипа это что-то... Но это было не всегда. То есть, наверное, года три назад я постепенно привыкала после Ишивы, в которой учился в Израиле. Вот совсем недавно приехал в июле из Израиля. Я понял, что я неотделим с этим. То есть, для меня... Во-первых, я не чувствую, что я в Кипе. Даже когда вы сейчас спросили, я такой, а, точно, я в Кипе. Во-вторых, тут недавно был такой случай. Меня подруга попросила снять Кипу, потому что я ее хотел на машине забрать из ресторана. Она там была с мусульманами. Правильно сказал, мусульманами. Хорошо я к ним отношусь. У меня много друзей тоже, исповедующих ислам. Он говорит, сними Кипу, потому что мало ли что будет. Я говорю, ну, на все воле Всевышнего Кипу я не буду снимать. Ты должен бы сказать, вы должны были сказать, на все воле Аллаха. Все минус его. Но все обошлось? Да ничего и не было. Наоборот, я считаю, что когда человек несет, не боясь свою правду, не пытаясь юлить, не пытаясь как-то заискивать, наоборот, эта энергия, она чувствуется. И другие люди, они, наоборот, уважают. У нас есть приятель Зеев или Зеев как правильно? Зеев Бигсон. И он тоже пришел сделать шву, пришел к вере, начал носить кипу. И он часто бывал в Турции. Ему турецкие пограничники говорят, сними. Он говорит, не сниму, сними. И он здоровый был такой. И он говорит, ну, сними, рискни снять с меня. Они не просто снять, они, видимо, хотели посмотреть. Может быть, что-то он там сныкал. Вдруг там у него гвоздь какой-нибудь, который прикрепляет ее к нашей голове. Резьба. В общем, от него отстали. А вы спите в кипе тоже? Нет, нет. Я не такого уровня. Я не знаю вообще, нужно ли спать в кипе. Мне кажется, нет. То есть, как в Люблино? В Кузьминках. В Кузьминках, да? Но Кузьминки это Люблино? Нет, Кузьминки это район. это один район. Как там жилось? В Кузьминках. На самом деле, обалденно. То есть, в Кузьминках у меня прошло такое детство, когда юность. Мы писали рэп, занимались паркуром. Вообще творческое такое было время. Потому что из Кузьминок я приехал буквально года 4 назад. То есть я вот мне сейчас 33 до 29 лет или до 28 я жил с мамой как полагается еврейскому ребенку. Вот и Кузьминки для меня это какой-то даже когда сейчас приезжаю туда испытываю такую ностальгию как будто в деревню приехал. То есть деревню как бы к бабушке но к маме. это какой-то район окутанный своими сказками потому что там были первые взаимоотношения с ребятами какие-то дружба предательство еще что-то. то есть это одна такая огромная веха когда книгу читаешь вот одна глава так прелеснул ее вот и другая и понимаешь что в этой главе настолько много тебя и ты пропитан этим поэтому говорить про Кузьминки это часть меня которую не уберешь надо сказать что у нас было практически то же самое только чуть подальше район Вишники это станция Дановская сейчас она называется Выхина и район Вишники которые находятся по ту сторону ветки метро РГУ вроде бы и по другую сторону Университет управления по ту сторону то же самое то же предательство первая любовь эти тусовки пьянки с компанией которая кто-то называл плохой компанией на самом деле она оказалась хорошей достойной которые вышли из этой компании все все было и у нас а вы не говорили маме но не было такого чтобы сказали мам спасибо тебе что увезла меня из Брезняков в Москву нет то есть так не говорил это ее отношение с Брезняками потому что у нее было не столь ну не совсем хорошее детство с точки зрения воспитания вот поэтому для нее Березняки остались скорее таким не знаю болезненным воспоминанием от чего обычный человек пытается убежать для меня Березняки остаются местом где мы с сестрой ходили на рыбалку первые мои грибы которые я собрал леса которые там есть и вообще удивительная природа мне когда я когда сейчас туда приезжаю меня встречает муж моей племянницы средний парень старший моей племянницы моя младшая племянница которая бежит ко мне и мы там с ней смотрим ее видео у нее собственный канал на ютюбе у сестры лучший медовик в жизни который я пробовал сейчас уже не пробую его потому что кошерное ем но я помню все это для меня Березняки это вот почти как только чуть-чуть другая вселенная более связанная с родными то есть я не испытывал те чувства которые испытывала мама и поэтому не скажу что я благодарен скорее бы так сложились обстоятельства неизвестно что было бы если бы остался бы там может быть тоже бы как-то повернулась моя жизнь по-особенному а люди где лучше в Москве или в Березьяках я бы так не сравнивал но чище я бы тоже так не сравнивал у меня вопрос про медовик а можно вот условно кошерный медовик сделать абсолютно кошерным ну например если его приготовила еврейская девочка он условно кошерный потому что ингредиенты понятно нет есть презумпция кошерности у ингредиентов вот как в вашей ситуации сделать его кошерным найти кошерное сгущенное молоко чтобы он же изгущенного молока делается из вареного вот я пока еще не замечал такое я привожу к сестре кошерное мясо покупая его в набронной и посуду я купил тоже которая кошерная ну в смысле просто посуду зачем и благодаря тому что я там зажигаю конфорки даже как чтобы не еврей не может готовить для еврея соблюдающего я включаю конфорку например и она уже может готовить в той посуде которую я купил для этого и спокойно готовить потому что у нее лучшие чебуреки а например а тем более после Песоха сейчас это причина очень серьезная но есть же сгущенка по-моему на сайте на сайте равената но не хаббатского а литовского которую в принципе допустимо есть евреям которая там проверена обалденно я этого не знал теперь я буду есть спасибо большое спасибо что сказали я просто предполагаю если изучить этот вопрос я кстати по поводу сгущенки не запаривался но сегодня приеду домой изучит такая сгущенка но если есть есть майонез майонез есть Михеев например Махеев и Слобода и еще какой-то один бренд да то есть все проверим я например по молоку не устражаю сильно есть те кто пьют только израильское молоко ну я имею в виду которое сделано в земле Израиля или там только евреям халаф Исраэль я пью и халаф там которое просто написано на сайте кашрута например тот же этот простоквашина Амка 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 еще простоквашина 2% то есть спокойно А как маме удалось перевезти вас в Москву Поездом Ну то есть она поехала была какая-то работа вот как это в бытовом смысле происходило Она приехала сначала сюда здесь у нее случился роман и потом появился я ну как оно бывает через поцелуй вот и потом приехала рожать меня в Березняки потому что там семья поддержка все как бы вот эта история Я там побыл с бабушкой до 3-4 лет когда мама здесь устроилась на работу уже она маляр профессиональный причем профессионист как и вы когда перевешивали эти микрофоны чтобы по цвету подходило она потрясающе делает потолки то есть она вот не уйдет из квартиры пока потолок будет пока потолок не будет идеально ровный и у нее такой подход ко всему и пока устраивалась здесь в Москве плюс получала квартиру еще здесь так как была такая волна когда приезжали в Москву строить ее возобновлять и давали квартиры это во времена главму строя я бы с удовольствием сейчас бы даже пошел заниматься тем же самым ради квартиры я согласен ради квартиры легко особенно сейчас с этими ставками которые невероятные да на телевидении да нет даже не телевидение а в банке я имею чтобы сейчас купить квартиру так это сколько надо зарабатывать и сколько надо работать на телевидении чтобы заработать на квартиру наверное лет это сто процентов а как вы пришли к вере и в каком возрасте это было и что послужило кто первый в синагогу раз привел вас и в какую синагогу в хоральную синагогу меня первый раз привела мама то есть она прививала мне все традиции которые были утеряны в нашей семье и то есть сначала был ульпан который был на наслободке может быть знаете около ну там на другой стороне где школа орд была или есть до сих пор и был ульпан на наслободке ходили туда то есть вы каждый день ездили не каждый день по воскресеньям в воскресенье мы ездили надо было вставать супер рано что-то к девяти там надо было приезжать что-то такое и мы ездили в этот ульпан там познакомился со многими ребятами с которыми до сих пор общаюсь потом нас в этом ульпане записали в хор и я стал ходить в еврейский объединенный хор под руководством Светланы Золотаревой она преподаватель не знаю вроде бы была в Липмане и мы пели с Кобзоном с Барцителем на одной сцене то есть это было прям что-то невероятное ездили первые гастроли ну то что гастроли скорее такие вылазки с ребятами из хора в лагерь еврейский в ну в Сарваш в Сарваш в Венгрии и мы также пели вместе с хором который пел в хоральной синагоге поэтому нас как бы и туда приводили чтобы мы как такие маленькие ребята пели со взрослыми ребятами это было очень круто и поэтому меня мама первый раз привела а хор тогда создал Плис фамилия не помню имя к сожалению это прям для меня большой стыд что не помню Александру или Плис да в общем все традиции которые дали зерно в моей жизни это все мама ну хоралка же а почему не в Меоц почему вот хоральную синагогу мама выбрала для первого места не знаю я думаю что хор я думаю во первых что хор а во вторых наверное в те времена не был так развит Меоц то есть это еще до 2007 года в 2007 году или 2006 у меня была там бармитсва не помню точно какой год и 2003 не помню но центром сбора всей молодежи в Москве была именно хоралка то есть туда все приходили из всяких лагерей всяких сахнутов и так далее я помню мы собирались большой-большой толпой тогда же еще у хоральной синагоги был этот вот пустырек который сейчас там где ребята собираются ну простая молодежь там где фонтанчики да этот парк это все было синагогальным пространством там ставились огромные суккот на суккот в смысле суки на суккот поэтому тогда мне кажется миоц не был так развит как сейчас он после 2007 года когда тоже произошли переворот в политической сфере и в экономической больше в миоц пошли потому что остались там спонсоры которые или перешли туда спонсоры но основные спонсоры были в хоральной синагогии все еще миллион раз поменяется сто процентов да это же как шарик который все без раташем все по велению божьему абсолютно поэтому я думаю что еще одна из причин почему меня туда мама привела именно это как говорит Саша Гаха протит все от всевышнего и я на сегодняшний день не представляю другого места кроме как хоральной синагоги где я был бы так присоединен к еврейству то есть 13 лет вы были 13 лет вы были полностью уже погружены в процессы еврейские нет скорее это все было по фану я не понимал на самом деле что происходит для меня все это было прикол как бы еврейство традиции и так далее типа вот я один из народа да и бармитство как бы она прошла так бух ее там вел Раф Пинхас Гольдшмидт и приезжал даже Банк Израиля то есть это было очень масштабное бармитство у нас там было несколько мальчиков которые учили учили еще Шма-Исраэль перед этим это было здорово но тогда я не понимал всего всего масштаба соблюдения и вообще всего масштаба еврейства это произошло то есть когда я это понял это произошло вот как раз после пандемии когда я стал зарабатывать хорошо когда проекты пошли и как бы у меня все это получилось ну в смысле у меня все это было а я не совсем понял для чего ну то есть для чего я живую существую для чего сейчас я к этому подведу и мне кажется что человек приходит к религии либо он в этом рожден либо он к этому приходит когда происходят какие-то переломные моменты в его жизни пересознание а 30 лет для мужчины вы сами я думаю знаете такой тоже момент как бы такой эксцессионального кризиса когда ты вроде бы уже не ребенок вот они там 25 лет прошли ну и скоро 40 наступает и ты думаешь а для чего все это делаю и я стал задаваться этим вопросом не нашел ответов пришел к кровину он говорит ну походи на уроки я стал ходить на уроки и постепенно постепенно стал в это вливаться и понял что есть у человека который приходит в этот мир более глобальная цель чем просто как говорится жрать и так далее вот то есть нести какую-то свою миссию а если человеку даны какие-то таланты в виде там не знаю писательства например да или интервьюирование или как в моем случае это аудиовизуальное искусство то нужно направить это в благую цель для того чтобы попробовать поменять мир к лучшему мир к лучшему да если говорить по нашему по-хасидистски мир к лучшему но что такое мир к лучшему это в первую очередь начиная с себя то есть у нас есть какие-то медот какие-то качества которые нам мешают быть не то что совершенными ни в коем случае а реализоваться по жизни и начиная их исправлять у себя ты понимаешь как можно своим примером повлиять на тех кто рядом с тобой те кто чуть дальше это как создакой то есть сначала ты не можешь давать немного говорю надеюсь елей с открытым в том прошу прощения если много там говорить это как вот создакой когда странно если у тебя нет денег давать эти деньги кому-то еще не знаю мне кажется а если ты женат нету денег так странно их давать общине мне кажется женат тебя убьют вообще просто съест поэтому как солнце которое освещает планеты рядом так и ты должен сначала помочь себе обеспечить себя не только деньгами а в принципе образованием пониманием этого мира потом семью свою то есть ближний круг после него дальний круг это община после него уже и народ и целый мир вот поэтому мы начинаем сначала с себя то есть внутренний свет разжигаем вот я хотел задать вопрос а вы как раз на него собственно и ответили вот в идеальной схеме люди приходят к вере в двух случаях или когда им очень плохо или реже но мне кажется это глубиннее или когда все наоборот хорошо когда Всевышний дал вот как вы сказали Всевышний дал и мне надо понять как всем этим распорядиться вот эта вот схема о которой вы сказали она идеальна я вопрос снимаю спасибо большое но это не мои слова как бы это учеба все а когда вы начали задумываться о профессии кто на это повлиял и что мама говорила очень очень хорошо очень хороший вопрос я вообще с детства увлекался всем аудиовизуальным у нас был такой магнитофон Sony 202 я не помню нет не в видео а просто магнитофон с кассетами я не совсем разбираюсь в этом весна а Sony Sony да весна 202 и я с детства слушал мне мама ставила она работала уставала и мне мама с детства ставила кассеты для того чтобы я засыпал под них ну какие-то сказки еще что-то это мой первый наверное аудиальный аудиальное воздействие на меня и со временем я стал слушать точнее сам стал записывать какие-то сказки на эти кассеты то есть какие-то звуки создавать какие-то еще шумы голос имитировать потом радио включать записывать ну то есть это такой был как бы процесс я хотел сам создавать такие штуки после того как камеру купил муж моей двоюродной сестры они дали мне камеру и мы поехали на на озеро рыбачить и они мне говорят Андрей мне там лет не знаю может быть 10 что-то такое мне говорят снимай видео как мы рыбачим ну это же скучно что там взрослые рыбачат там подбухивают как бы ничего интересного все это видели ну я что-то поснимал приезжаем домой поставят кассету точнее подключают эту камеру к телевизору и смотрят а там камера там кассета была на час или на полтора не помню и все это время я снимал мышь под камнем то есть я не снимал как они рыбачат просто мышь под камнем там что-то зумировал приближал мне было интересно как у нее двигаются там щечки эти когда она сама двигается как она передвигается и меня просто заинтересовала сам процесс вот фиксации происходящего и в дальнейшем я встал со своей старшей племянницей тогда она одна была с ним или малышей ну неважно снимать какие-то постановки вот эти вот обычные обычный юмор как у Чарли Чаплина идет подскользнулся на банане там упала вы какие больно и все это благодаря монтажу то есть снимал один кадр другой кадр третий кадр а монтажной станции не было надо было подключать к магнитофону ставить на play здесь на рек но на магнитофоне часть записал здесь на стоп потом другую часть записал и вот так вот с помощью магнитофона каких-то манипуляций это вот все превращал в какой-то такой маленький клип ну и постепенно стал больше интересоваться а потом посмотрел на MTV была такая передача пластилиновые бои может быть помните там где звезды в виде пластилиновых фигурок что-то дерутся и мы с ребятами я сказал давайте попробуем то же самое это же ерунда вообще ну вот и с помощью камер для компьютера вот этих вот веб-камер ну такие вот да да веб-камеры такие а там еще качество такое ужасное это сейчас если посмотреть мне кажется там вообще ничего не видно будет по сравнению с этими телефонами сегодняшними ну и мы значит по кадру делали этих человечков которые что-то там тоже дрались что-то там делали вот а потом когда мы стали увлекаться уже паркуром уже появился какой-то контент мы стали его снимать и постепенно-постепенно и когда вопрос стал о поступлении ну как бы тут вариантов не было но я всю жизнь мечтал быть режиссером если честно и до сих пор где-то внутри меня это как-то как живет живет да живет во мне это этот импульс но также живет конечно страх вот который к сожалению пока не поборол и я думал поступать во ВГИК но на кого поступать на режиссера я думал слишком мало читаю потому что у меня есть подруга Катя Краснер тоже если будешь смотреть привет она поступала на режиссера она множество читала множеством чем увлекалась у нее какая-то техника была а мы вместе с ней в хоре пели я думал ну по сравнению с Катей да кто я такой вообще ну вот она режиссер а я там еще с камерой бегаю какая-то ерунда я не думал даже что режиссер может бегать с камеры это только оператор опять-таки по незнанию потому что ничего не читал об этом я думаю ну буду поступать на оператора ну так как на операторском был один из конкурсов это фотографию нужно было принести снятую на пленку какая-то техника я думаю я не умею я поэтому поступил сначала в колледж при ВГИКе на фотографа отучился сначала там и уже на втором курсе или даже в конце первого стал снимать небольшую рекламу как режиссер и вот как-то так меня занесло и во ВГИК то есть в 2007 я поступил или 2008 поступил в колледж три года отучился и только в 2014 я поступил во ВГИК на продюсера то есть все это время я работал режиссером рекламы ну фэшн фэшн всякие темы снимали для фэшн индустрии ролики а потом и продюсером стал работать и поступил во ВГИК на продюсера чисто для того чтобы связи были а сколько времени прошло между колледжем и поступлением ну в 2011 году я выпустился из колледжа три года три года а были мысли что да куда учиться это же надо день перестраивать куда где я это самое я уже там типа ну что меня чему она учит но это же надо весь график менять образ жизни образ мысли нет таких мыслей не было потому что я четко понимал что я туда иду за людьми мне нужны были то есть вот с теми людьми с кем я познакомился там с кем прошел студенческие работы мы до сих пор с ними работаем сегодня назовите Яша Башта потрясающий оператор просто талантища Катя Краснер тоже девчонки художницы там Аня потом Марта да на самом деле много операторов потом со Снежкиным Ваней мы снимали режиссера снимали работы его первые которые вот он делал в Абгике А с Катей Юдаевой не удалось? Катей Юдаевой мне кажется нет так ну и что мама говорила вот когда вы в одиннадцатом году закончили окончили колледж колледж что мама говорила сынок иди учись или сынок снимай рекламу вот как она или говорила что это за профессия или говорила что это за профессия на самом деле она кино всегда любила у нее еще в юности когда открывались ну когда открывались кинотеатры она ходила в кинотеатр когда еще вот эта вот французская новая волна приходила в советское время и показывали фильмы там не знаю того же там и французская и итальянская допустим Гадара или Бантаниони и она была влюблена мне кажется до сих пор влюблена в того Алан Делона который вот этот молодой для нее кино всегда было чем-то фантастическим и волшебным и я думаю что какой-то ее интерес кино и влияние меня вот как-то так вот видимо направило в мою стезю потому что помните продавались раньше такие вот в больших упаковках на рынках либо около магазинов кукурузные хлопья ну такие палочки кукурузные палочки в больших мешках в больших мешках да и мы вот эти вот мешки покупали с мамой там один или два шли видеопрокат брали кассеты допустим косатки какой-нибудь океан или ну то есть что такое вот про животных и прям а как сейчас помню а у меня ноги мерзнут частенько и мы ставили обогреватель так на него ноги вот так вот ставили ели эти эти палочки и смотрели фильмы про косаток и я думаю что это тоже как-то так вот повлияло и подвело поэтому когда в одиннадцатом году я точнее так когда я выбрал в принципе этот путь мама была только за и не помню ни одного раза в своей жизни чтобы она была против то есть она всегда поддерживала и говорила то что выбранный тобой путь он твой и я за тебя а баллов хватило ЕГЭ баллов хватило конечно на бюджет во ВГИК не хватило хватило баллов но не ЕГЭ а поступительных в колледж но опять-таки не хватило одного я благодаря ну я стал старостой сразу же в колледже и меня перевели через полгода на бюджет ну то есть мне нравилось быть старостой потому что ну в принципе мне нравится руководить там процессом процессом да и я понимал что вот староста это мое и мне хочется ближе быть к деканату каким-то решением и так не быть где-то там на дворках на дворках то есть во ВГИК вы уже пришли таким состоявшимся режиссером который имеет за спиной много работ я понял что когда поступил во ВГИК что нет я думал что я таким поступил но во ВГИК так хорошо бьют по темечку и говорят что нет ты еще молод и много что не понимаешь вот это вот оставь все что ты знал за дверьми за дверьми а какое главное открытие вы сделали участь во ВГИК ну первое что я ничего не знаю на самом деле и что ВГИК сегодня это удивительное конечно заведение которое пропитано мастерами метрами индустрии но к сожалению постепенно это место не то что сдает нет оно мельчает то есть те метры которые раньше его наполняли сегодня уже не являются частью этих стен и когда приходит новое поколение в том числе и я который был тогда теряется вот эта вот авторитетность что ли которую пытается тебе навязать исходя из прошлого и твое новое видение да не то что мы отцы и дети да тут вдруг столкнулись а просто тебе хочется действительно увидеть авторитетность но кроме как навязывания этого авторитетности знаете там когда приходит старшой и говорит сделай это потому что просто я старший но для тебя это не авторитетность ты наоборот будешь в конфликте но когда показывают какими-то знаниями да этот авторитет который хочет ну там показаться авторитетным а обычно как раз тот кто вызывает у тебя авторитетность он и не пытается его показать, то вот этого как раз таки во ВГИКе нет, что ушла та атмосфера, которая была раньше, про которую написаны книги, фильмы, и про которую говорят. Это взрослое открытие. Да, вот почему все метры имеют тенденцию миграции в сторону театров? Театральные вузы, театральные всякие тусовки. Неужели театр стал честнее, чем кино? И не произошло это из-за того, что в кино перестали верить? Оно очень ангажировано, очень такое пропагандистское стало. Я думаю, что отчасти вы правы в том, что сейчас кино больше про деньги. Мне кажется, что именно это вы имели в виду. Я, может быть, ошибаюсь. Что-то ангажированное и пропагандистское какое-то, да, и про деньги в том числе. Я сам признаюсь, меня очень тянет в театр. То есть я мечтаю проспонсировать какую-нибудь театральную постановку, и меня самого привлекают театральные тусовки эти богемные. Я думаю, что действительно из кино уходит правда. А в театре ты можешь соприкоснуться с действительностью, с материальным, какая она есть. Не вот эта вот подложка кинофильма, да, где ты можешь создать любую реальность, от которой мы на самом деле сегодня уже устали. Мы устали от фантазий. Мы хотим реальности какой-то. Особенно в мире, который и так сегодня очень фантазийный. Знаете, вот есть, мне кажется, две сейчас направления человека. Первые, когда случаются неопределенности в жизни, а сегодня их очень много, человек уходит в мистику. Но когда ее слишком много становится, человек хочет прикоснуться к почве, к фундаменту. Поэтому сегодня театр, я думаю, именно поэтому становится таким вот новой вехой популярности или чем-то таким вот трендовым. Вернемся в кино. А когда был первый проект, вот уже там с багажом в ГИКа, когда бы вы сказали, вот это вот, я всю жизнь шел, и вот это вот то, чем уже можно гордиться, в бутылочку запечатайте в океан, чтобы люди нашли через тысячу. Ой, я столько снял много рекламы и всяких шоу, что единственный проект, которым я действительно горжусь прямо до сих пор, это бедные Абрамовичи. Потому что я понимал, что если не я это сделаю вместе с Виткиным Артемом, да, Авраамом Виткиным, Сережей Левитаном, я тогда помню, говорил им, что, ребят, мы евреи, киношники, если сейчас не мы это сделаем, сейчас кто-то сделает другой, и мы будем себе просто кусать локти, мы должны это сделать. И ребята как бы поверили в эту идею, и мы стали это делать. Поэтому для меня сегодня Абрамовичи не как проект, ну, то есть я им горжусь не как проектом кино, как кино, или как сериал, я горжусь тем эффектом, который он дал. Потому что мне писали в Инстаграм ребята, что кто-то пошел делать обрезание после этого фильма. И Екатеринбургская община стала чуть больше, потому что люди стали приходить после этого фильма. То есть тот эффект, который дал этот фильм, он колоссален. И там на показах, когда говорили, что я вспоминаю свои корни, я вспоминаю своих, ну, свое естество, как еврей. Вот этим я горжусь больше. То есть тем эффектом, который дал этот фильм, ну, в смысле сериал. Но сам сериал, конечно, шикарный. Ну, это же сверхзадача этого сериала. Вот, ну, наверное, кто-то формулировал, но я озвучу это. Это сделать шуву. Абсолютно. На вот точку еврейства свою найти, ее открыть и вернуться к корням. То есть это сверхзадача этого сериала. Он просто построен интересно. Интересно. Это очень тоже шува это сложный путь, но он в этом это путь с юмором. Да, да. И благодаря старту тоже, что ребята со старта в нас поверили и предложили своих авторов, которые по-другому вдохнули какой-то свой, свое видение, потому что Костя там, Вася, они, ну, сценаристы и Аня, которые притянули сюда, они... А назовите, пожалуйста, имена. Не помните? Да, это Костя Иванов, Василий Зимзюлин, Аня Розин, ну, естественно, главный там и креативный продюсер, это Виталий Шлепо, который загорелся этой идеей, когда мы принесли эту эту идею на старт. Ну, то есть, Костя Иванов, он как бы креативный продюсер как бы самого проекта, но именно Шлепо, он в него поверил, то есть, он один из топов старта. Вот, кого еще забыл? А, Руслан Сорокин, ну, и, собственно, Артем Виткин, и Сережа Левитан, и там, и я. А почему у нас, Кирилл, до сих пор не было Виткина и Левитана? Ну, это не упущение, это тема будущих наших побед. Но это ведь было событие сезона, и не только для еврейской аудитории, это не только для еврейского мира. Абрамович, это фамилия абсолютно русская, абсолютно для всех, правильно? Ну, то есть, изначально у нас был сериал, назывался именно Абрамовичи, но благодаря маркетинговой компания, отделу, я так понимаю, старта, придумали вот этот бедный Абрамович, поэтому старту очень большая заслуга в рекламной кампании. Ходили слышать, что Абрамович дал бабло на этот сериал? Насчет бабла не знаю, но точно он дал добро. Почти одинаковые слова. Дал добро, да. Ну, значит, что-то было. У нас был приятель в детстве, он говорит, ну как, Марат, у него там свидание было. Ну, что-то было. Такие скромные, скромные. Так, это самый глобальный проект. А с чего вы начинали? Вот спроси самый любимый, вот самый, или самый трепетный, или вот самый, на котором случился какой-то излом. самый любимый. Опять-таки, если убираем Берден Хабрамовича, да, из этого уравнения. Помню, как-то раз спросил у Сережи Мезенцева, какой это его самый любимый проект. Он говорит, новый. Но я чуть по-другому усматриваю на эту жизнь. И, безусловно, новый тоже всегда, любимый. ну вот из того, что было, это мы делали шоу для Ламоды в течение четырех лет. Ну там, три и еще чуть-чуть, четыре. А почему он любимый? Потому что, ну, наверное, мы на нем попробовали все, что возможно с точки зрения шоу. Во-первых, оно в прямом эфире было. Во-вторых, оно интерактивное, звонили зрители. И вот это вот именно самый момент, когда зритель звонит своей звезде, потому что нас приходили, у нас вела его Ида Галич, а приходили разные звезды, потому что мода же это не про шмотки. Мода это про стиль жизни, это про кухню, это про музыку, это про все, что угодно. И к нам приходили разные звезды, как раз, которые были амбассадорами вот этих вот модных тенденций. Певцы, актрисы, актеры, вообще там, не знаю, условно, там Варнава была. И звонили зрители, и вот те эмоции, которые они передавали в момент звонка, там кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то сказать слова не мог. Вот в этот момент, когда ты находишься за сценой, да, в этой режиссерской рубке на ПТСке, ну, ПТС это вот эта управляющая такая система, и вместе с этими ребятами плачешь, вместе с этими ребятами молчишь, и вместе с ними за них переживаешь, вот это непередаваемое ощущение. Потому что самое же важное, это наши эмоции по жизни, которые мы переживаем, все остальное, как таковое, оно проходит мимо, и вот поэтому этот проект был самый любимый. Но потом началось, собственно, все обсто события, которые мы знаем, и проекты эти переизменили, кроще всего не стало. Реотов ТВ, помните? Конечно. Слушайте, ну, это просто, ну, мне кажется, это, этот проект, это проект, который обнажил, вот все, он юмористов сделал совершенно людьми, не понимающим в юморе. Он, там, напыщенных, ярких, блистающих звезд сделал, втирал прямо вот в глину. Да, круто, и все это благодаря правильной драматургии, хорошей игре актеров, и правильной режиссии. Мезенцев, гениально. Ну, там еще и, другой был чувак. Да, его партнер. На первом канале. Да, сейчас, как же его, Маркони, вот, они вдвоем талантливые ребята, их союз, как бы, и делают Реотов ТВ. Я считаю, что, как и Бетлы, уже не Бетлы, без Ленона, и так же Реотов ТВ, не Реотов ТВ, без этого союза. Ну, конечно. Жалко, что они, конечно, там, как-то поругались, что-то там не поделили, это ужасно, конечно, но вот, имеем, что имеем. А, Мезенцева я последний раз встретил, может быть, год назад, в метро Сокольники, только БКЛ запустилась, вот, он там снимал, он с оператором снимал, что-то, он там задавал какие-то вопросы. Сережа Микрофон, да. Да, это ютуб-шоу, да? Да, да, его Сережа Микрофон. Вот, и это самое, он говорит, я тебя знаю, он сказал, я говорю, я тебя тоже. Ну, что-то он какой-то вопрос задал там, и... Супер талантливый человек. Да, очень талантливый парень, не стесняется, нет, звездности не стесняются, там, на синхроны, спускаться в метро, и, в общем, это все для глобальной идеи, это там кубик, и строительный материал для того, чтобы сделать вот что-то глобальное, и выдать это в эфир. А с кем... Извините, все-все нормально. А с кем проще работать? Со знаменитыми людьми, или с неизвестными актерами? Я думаю, тут зависит от человека. Был такой момент, мы снимали видео для Диснея. У нас была такая идея, ну, Диснея предложили вместе с агентством. И, точнее так, агентство предложило идею, мы ее исполняли. Нужно было снять песню, из «Красавицы и чудовища», но чтобы ее пели мужчины, как бы, как поздравили на 8 марта, из разных регионов России. И мы почти вообще не спали, потому что, значит, от Калининграда до Владивостока это разные пояса, и мы пытались как-то всех заснять. У нас был один персонаж, мы снимали его здесь, в Москве, полицейский. И мы взяли обычного актера, неизвестного, естественно, из какого-то театра. И мы говорим, просто стой, останови машину и начни петь. Задача кажется простой. Но он начал спрашивать, а какая предыстория у моего героя? Что он переживает? Какая предыстория у моего героя? Зачем это нужно? Я говорю, просто спой, пожалуйста. Просто останови машину и просто попадай в слова. Нет, я не могу, надо мне его знать. Я говорю, боже. И мы, короче, убрали этот момент из ролика. А иногда ты берешь актера, который, там уже куча фильмов у него известный, и он выполняет свою задачу просто моментально. Тут вот видите, как бы зависит от того, что, мне кажется, сам человек для себя решает этой профессией. Он решает комплексы свои какие-то и пытается ею самореализоваться с точки зрения вот своего эго. и действительно это талант. Потому что, я помню, мне рассказывал один фотограф, который снимает рекламу по миру. И он снимал рекламу, приезжала актриса, то ли Джоли, то ли еще, не помню, ну, в общем, одна из топовых американских. И ее высадили на вертолете, она пришла в кадр, снялась буквально минут 10, выдала все четко, села обратно на вертолет и ее увезли. Все. То есть, без каких-либо истерик, без какого-либо там, бахвальства и так далее. Но это также зависит от всей команды. Например, я знаю, что ребята из Америки в условиях их профессионализма, которые есть на площадке, подхода к своей профессии, в принципе, да, ко всему процессу, они не могут полностью работать с русской командой. Ну, российской, точнее, командой. Потому что у нас еще только зарождается понимание сплоченности и четкости на площадке. Но даже если взять нашего режиссера Илья Фарфель, который снимал «Бедных Абрамовичей», он довольно-таки, ну, его называют жестким режиссером, но я считаю, это полностью оправдано, потому что человек знает, что ему нужно, какие ему нужно, как ему нужно. Если это не выполняется, вопрос, а тогда что ты здесь делаешь на этой площадке? Почему ты свои задачи как профессионал не выполняешь? Поэтому тут зависит исключительно от человека. Мне кажется, вот эта тенденция звездности на площадке, я звезда, я тут это самое, все ради меня, мне кажется, это уже сходит на нет. Команда, все фигачим, собрались, значит, еще надо 10 дублей, будете 10 дублей делать, да? Ну, не совсем согласен с этим, то есть, то, что звездность, это муветон, это безусловно, как и алкоголь на площадке, когда там приносили нашим старым мэтрам индустрии выпить чекушечку, еще что-то, и выходить на площадку пьяным, такое сейчас сходит на нет, потому что молодая гвардия, да, выходит, но все равно, не совсем правильно с точки зрения режиссуры и процесса съемочного делать дубль за дублем. Режиссер должен понимать, что ему нужно и правильно донести это до актера. И я бы как актер раздражался, если бы мне бы режиссер постоянно говорил бы дубль за дублем. Опять-таки, если это не какой-нибудь там мэтр, где я бы просто помолчал. Согласен. Есть режиссеры, которые, если видят с первого дубля было, говорят просто, ну, технически, на всякий случай. Второй. Абсолютно. И все. И дальше, и дальше, и дальше. А есть режиссер, который, ну, здесь бы подработать. Ну, еще, давайте еще, ну, соберемся, ребята, и так еще, еще, еще. И уже сегодня. Хотя вот Финчер, режиссер, он снимает и может и 30 дублей сделать, и 40, пока он не увидит вот эту вот какую-то микроигру, которая ему нужна. Поэтому там люди сходят с ума у него. Ну, это Финчер. Ну, они знают, что, как говорила мне одна известная очень актриса, суперизвестная, не буду говорить, хотя могу сказать на ушко, Ирина Апексимова, она говорит, вот бывает, что, что говорит, ну, вообще, не в тот коллектив попал, вообще, говорит, как мантру себе, думай о деньгах, думай о деньгах, и вот это вот, вот это вот. Я согласен, помогает, очень часто, в принципе, помогает по жизни эта мантра. Рекомендую всем. Да, но актеров, ну, и у режиссеров, окроме у продюсеров, есть ставка, которую они получают каждый день, и Апексимова может себе позволить думать о деньгах, потому что у нее каждая смена стоит деньг. Да, в принципе, даже каждый час, да, потому что переработка уже, она идет уже по другой ставке. А продюсер, он не может так сидеть и эту мантру читать. А какие страны делают самые клевые сериалы сейчас? Я думаю, что Турция просто пушка. Пушка? Да, я не смотрел ни один сериал, но я с кем бы ни пообщался, смотрю турецкие сериалы. Поэтому то влияние, которое они произвели на современного зрителя, сейчас даже Нетфлик закупает у Турции контент, это здорово, сочетание маркетинга и подхода, но до сих пор остается, конечно, это Запад в каких-то вещах Берлин, Германия, в каких-то те же штаты. Я думаю, что очень точно. Хотя, и могу так сказать, что Россия сейчас вообще не уступает. То качество, которое сейчас выдает наш, наш брат, он просто черт. Знаете, какая важная штука. Я наблюдаю, как колумбийские мыльные оперы превращаются в настоящие сериалы, очень увлекательные, очень с хорошей, с хорошей драматургией, с хорошей сценарией, блестящей сценарной работой. Вот, как мыльные сериалы превращаются в настоящее искусство. Икра. Ну и мексиканские тоже самое. Ну мексиканские, у них не было, ну подожди. Они оставили там мыльные оперы. Слушай. На секундочку. Я даже больше могу сказать, как, давайте так, какая самая известная с точки зрения написания мыльная опера? Ну даже не опера, давайте не опера, а мелодрама. Breaking Bad. Нет, написанная, самая известная, которая, вот это первый писатель во всем мире. После него Достоевский, я вот первый. вы все его знаете. Ше. На ше у него. Шекли. Шекспир. По сути, это мыльная опера. Это мелодрама. Ну мелодрама прям такая, мыльная опера, где есть страсти, интрига, какие-то подставы. Поворот. В итоге, да, в итоге она убивает себя, он убивает себя. Что это такое происходит? Это вот бразильская мелодрама. Но тем не менее, это самая известная, самая популярная. Поэтому каким образом? Ну постепенно перерождается. Да, это было раньше там, снято с двух камер, супер дешево, как Дом-2. Вот сейчас у зрителя другие потребности. Он хочет видеть турецкие сейчас сериалы, те же самые мыльные оперы. Сколько там? 100 серий, 200 этих серий. Люди смотрят, вот, пока готовят еду, и мыльные оперы тоже хотят выходить, ну я имею в виду бразильские, тоже на этот уровень, чтобы захватывать рынок. А вот классическая мыльная опера, это Королева Юга, но, по-моему, колумбийская, а не мексиканская. Вот есть две Королевы Юга. Вот, прям в прочтении сериала и в мыльной опере. Вот просто сравните, они примерно в одно и то же время сняты. Примерно там одни и те же актеры, но одно, одна Королева Юга мыльная опера, а вторая это это серик. И вот четкое отличие. Да, нужно будет глянуть. Да, вот прям накидайте себе вот какие это, ну во-первых, камеры. Чем отличается, да? Да, ну вот, ну то же самое, как Наркос, Наркос и Наркос Мексика. Абсолютно две разные работы, снятые в одно и то же примерно в ревер. Наркос первая, вот, вот, оригинальная, они потрясающие. А Наркос Мексика еще круче. Да? Да, вот посмотрите. Вы не смотрели, вы не смотрели Пабло Эскобар Хозяин зла 74 серии. Это просто пушка. Я смотрю, я вот вечером прихожу и обязательно одну-две серии смотрю, потому что, ну это восторг. Вот должен, я очень часто слышу от режиссеров, от продюсеров, от, даже от телеведущих, я телевизионных, я не смотрю телевизор. Вот должен ли шоураннер, продюсер, режиссер смотреть серии? Конечно, это же насмотренность. То есть, нужно понимать конъюнктуру рынка, что сейчас происходит, нужно понимать своих конкурентов. Можно, конечно, лупить, не глядя, просто вот так вот по банкам, там, почему еще лупят. Не, возможно, есть какой-нибудь талант, который говорит, я не смотрю, там, единица. Братья, сестры Вачевские, простите. Ну, они опять-таки, они делают свой продукт, который не похож ни на что. И смотрим, куда это все скатилось в итоге. Не только с точки зрения их гендера, но и с точки зрения их творчества. Но, если я занимаюсь этим продуктом, то я, называют продукт, то я не могу не быть насмотренным. Если я пишу, то я не могу быть не начитан. То есть, я должен понимать, что происходит в индустрии. Конечно, это нужно делать. А как, вот возьмем сериал, там, классический, Рейдонован. Вот, я так понимаю, что... Потрясающий сериал. Я говорю, потрясающий сериал. Да. Я так понимаю, что там одновременно работают несколько команд, несколько бригад. Да? Есть такое. А как им удается поддерживать? Ну, там, разные режиссеры снимают разные эпизоды, это понятно. Вот как, даже в этих эпизодах, разным режиссерам удается поддерживать топ-уровень всего сериала. Они же разные. Там, один из Колумбии, один из Америки, один из Голландии. Совершенно разные люди. С разной культурой. Режиссеры... Настроение Лифф Шрайбера должно быть... Он рвет. Ну, сегодня болеет, завтра это, там пять лет. Пять лет. Подожди, подожди. Можно не могу сказать? Один эмоциональный уровень. Это все шоуронер? Абсолютно да. Вот кто за это отвечает? Это тот человек, который все это понимает и всем дает... Именно так, да. У нас за это отвечает креативный продюсер обычно. То есть, он смотрит, выдал ли актер то, что ему нужно по сценарию, как он задумывал с командой. В Америке это, да, действительно шоуронер. То есть, он консультирует, ну, как бы, и режиссеров подбирает, которые ему нужны. Те фишечки, которые ему будут именно от этого режиссера нужны в этом фильме. В смысле, в этой серии. Например, если серия более, не знаю, динамичная и экшеновая, какая-нибудь драйвовая, он возьмет режиссера, у которого это лучше всего получается. Но линию Донована он будет вести сам. Но и тем не менее, даже если так подумать, если присмотреться, то для профессионала будут видны эти отличия. А в чем? В чем? В игре. В том, как передача идет. То есть, акцент на какие вещи ставится больше. Например, один режиссер может акцентировать внимание на женской линии. И мы увидим, что в этой серии больше раскрываются женские персонажи. Другой режиссер больше, например, на характере Донована. И он будет здесь пожестить. А в другой серии как будто бы незаметно пройдет. Нам будет казаться, что все это одно и то же. Но на самом деле, глобально это такие отличимые вещи. Но когда ты смотришь весь сериал целиком, не одну серию за другой. В смысле так, одну серию за другой, а не делая перерывы на долгий кусок, точнее, на долгий промежуток времени, то эти отличия незаметны, если друг за другом смотреть. Вы сможете снять Рей Донован только в России, на российские деньги, с российскими актерами? Чтобы я мог смотреть и забывать о том, что это вообще сериал и чтобы это будоражило. Мы думали снять сериал, мы продумывали идею про теневой рынок России. То есть, как решало, решает вопрос теневого рынка. то есть, там и девочки теневые, ну, как бы я имею в виду, в теневом рынке в продаже происходит и людей, и наркотиков, и прочего. Вот. Но стали выходить фильмы, точнее, сериалы как раз про наркотики. Стало очень много всего этого, и мы поняли, что рынок перенасыщен очень сильно. И сейчас это просто не совсем подходит. То есть, уже тенденция на чернуху, она проходит. Сейчас больше какие-то такие светлые работы. И, кстати, сейчас не только светлые, сейчас еще детективы заходят. Вот детективы стали снимать у нас очень хорошо. Сделайте сериал про черкизон, про трагедию главного минифициара этого события, про вот драматургию между Сочи и Анталией. Ну вот, мне кажется, это очень интересно. Это не рассказанная история. Все знают, все знают... Так больше того, она не закончена. ты наш друг, ты наш друг навсегда. Все знают эту фразу Лужкова, все знают, что потом приключилось, ну поверхностно. А какая глубочайшая трагедия была? Какой там финал у нее? Ну, в общем... Могу сказать так, что по поводу того, что когда дают кто-то советы, что снять, это всегда здорово, и они рассматриваются, безусловно. Но самое главное правило, которое я для себя вывел, и которое говорят и вообще все люди творческие, что нужно заниматься тем, от чего у тебя как бы встает. что у тебя как бы, что тебя прет. Да, что тебя прет. Потому что, если это не прет, тогда, как и в любви, как и в семейных отношениях, если ты подходишь к этому головой, то в конечном итоге те кризисы, которые будут происходить у тебя в семейной жизни, они тебя сломают, потому что именно в кризисы мы держимся на любви и на чувствах. И то же самое с любым проектом. Если ты к этому не горишь, то кризисы в итоге могут сломать и ты плюнешь на это и не будешь его тащить на себя. Поэтому с Черкизоном очень интересное предложение, если это прочитать. Но сейчас у меня есть такая глобальная мысль два проекта затащить. Могу же рассказать, да? Конечно. Конечно. Первый это мы сейчас запускаем с моей коллегой и с партнером женское шоу еврейское, где две еврейки религиозные приглашают в себе разных гостей и разговаривают на тему светской жизни и таранической. И где мы здесь схожи и в чем мы различны. Для того, чтобы понять давайте так. Сегодня мир очень сильно изменился. Очень сильно за эти года изменился. Особенно и после 7 октября и после февраля и после 4 февраля и после пандемии мы потеряли те фундаменты, на которых мы держались раньше. И как будто бы старые смыслы они ушли, а новые мы еще не приобрели. И вот девушки приглашают к себе лидеров мнений, экспертов, ученых, для того, чтобы с ними понять вообще куда мы идем и где мы здесь схожи, где различны. Потому что когда все непонятно за что держится человек. Либо идет к эзотерикам, либо к психологам, либо к ученым, либо в религию. И именно эти фундаменты, эти столпы помогают нам держаться. Это первый проект, который хотим осуществить. Мы уже сняли пилот, с Божьей помощью его скоро выпустим. А второе, мне интересна тема отказников. А точнее, даже не отказников, а детей отказников. то есть детские сады, школы, которые строили отказники, когда в 80-е, когда пытались выехать из Советского Союза, когда им отказывали в выезде из страны в Израиль. Как они теряли все, как вчерашний академик выкидывался из университета, как вчерашний строитель, проектировщик ракеты оставался ни с чем и уезжал из Бириджана или еще что-то, как они собирались в маленькие группы, снимали дачи в Подмосковье и обучали своих детей, детей своих друзей, знакомых, чтобы традиция еврейская не ушла. Там учили языки и Тору и так далее. И вот эта тема, которая меня как-то во мне отзывается, это то, что я хотел бы сделать. Может быть документальный фильм, может быть нарезку интервью, потому что отказники в 80-е, они сегодня здесь, и тогда им сколько было лет? 30-40. Сегодня они здесь, и это поколение скоро уходит, и мы должны его запечатлеть, как мне кажется, оставить в наследие. Один из главных отказников, если не брать Буковского и Ширанского, это Яков Кедми, который, сидя на этом месте перед вами, у нас с ним длинное интервью получилось почти три часа, он потрясающую историю рассказал, просто от которой мы прям сидели с открытыми ртами, как он боролся за возможность уехать еще в 69-м году, и что он для этого предпринимал, родителей своих перетащили, что он для этого предпринимал, как он рисковал, какие он схемы, как за ним следили, это наружка, КГБшники и так далее, как он ходил по лезвию, не по краю бассейна, как помнишь, у отеля по краю бассейна, как это Слава КПСС говорил, а ходил по краю лезвия, действительно, каждый день рисковал, и вот эту историю, ее тоже можно применить, а то, что касается Черкизона, ведь обычно, если говорят про Черкизон, говорят, какие-то гадости, какие-то нелепицу, заказуху, и в Ютубе, и по телевидению это было, несколько лет назад, в общем, какие-то гадости, которые не соответствуют действительности, а рассказать настоящую историю, какой масштабный был человек, в том числе, и Тельман, есть, незаконченная история, но это так, к слову, можно вашу ладонь? Да, конечно. Вот если вам на ладонь положат таблетку бессмертия, что вы с ней сделаете? Очень хороший вопрос, ну, в этом, наверное, есть наш выбор, но я бы не выпил, почему, объясни, объясните. Тогда смысл теряется, ну, то есть, наш же смысл в том, что это конечное, но это как вот с любовью, если человек, точнее, с отношениями или там семейной жизнью, если человек сказал, что он тебя любит и будет любить тебя до конца своих дней, никогда не уйдет, и что бы ты ни сделал, он будет с тобой, то смысл теряется, потому что мы же делаем выбор каждый день оставаться с человеком или нет, и мы знаем, что он делает такой же выбор каждый день, если мы не совсем глупые и не, там, не знаю, с какими-то своими психическими проблемами, мы каждый день создаем прекрасную атмосферу, мы стараемся ради этих отношений, мы вкладываемся эти отношения, потому что мы понимаем, что они конечны, ну, рано или поздно они либо мы до конца дойдем, либо каждый день у них есть конец, так же и с жизнью, если мы понимаем, что она конечна, мы пьем ее без остатка, мы наслаждаемся мгновениями, которые есть, и именно в этом есть счастье, наслаждаться тем мгновением, которое у тебя есть, как это, да, фаусте, с наизмновение, это прекрасно, а если ты бессмертен, тогда, мне кажется, ты так несчастен, ну, то есть, это как в игре, взял все кода, влел, у тебя куча денег, куча возможностей, через сколько она надоедала, если вы так вводили, через полчаса, через час, ты, конечно, покайфовал, там всех порубил из автоматов, я не знаю, там на тебя прилетели все возможные инстанции, но ты бессмертен, ну, окей, а дальше что, как Дракула несчастен быть, не знаю, это не мой выбор. Что для вас значит Израиль? Дом. Можно по-разному относиться, ну, дом он такой, он же не обязательно должен быть ну, может быть, дача. Ну, дом не обязательно должен быть уютный. Дача тоже дом. Дача тоже дом. Что это дом номер два, дача. Я себя чувствую там, как в своей тарелке, то есть, можно спросить, почему тогда ты не там, ну, 13 июля я туда уехал, и сейчас надо мне подушку безопасности вновь составить, чтобы туда вернуться вновь, и я планирую через годы два-три вновь туда вернуться, потому что это то место, где я чувствую себя, ну, как сказать, вот здесь как будто я в чешуе оборонительной, а там я ее снимаю и вот нагельшом ходжу, и все замечательно. Хоть и ракеты летят, да, но тем не менее. вопрос только 600 или 700 тысяч долларов для того, чтобы два плюс один. да. Смотрите, а русские сериалы, а Райдонован русский, вы же там не снимете его? Там нет, но можно жить на две страны. То есть, давайте так, я тоже часть этой страны, и я часть... Не эта наша, ну, конечно. Ну, да, это наша, это наша. то есть, я часть этой страны, и я здесь вырос, мне эта страна многое что дала. Дала образование, дала культуру, дала много чего. И просто так наплевать и уехать, тоже неправильно. Я могу, как минимум, что-то сделать полезное здесь, оставить не то, что след там, типа, это слишком пафосно, но скорее повлиять на то, чтобы она стала лучше. Ну, не в плане там политической, ни в коем случае, а не про это. Скорее, дать пользу для следующих поколений, ну, не быть паразитом, который воспользовался здесь всем, переехал туда, воспользовался там всем, и сижу ною. Зачем? Надо вкладываться. Помните, как сказал Кеннеди, да, что не думайте, что страна может сделать для вас, думайте, что вы можете сделать для страны. Как-то так. Я уверен, что вы это, это русский шоураннер Винс Гиллиган. И я прям вижу, что вы сделаете революцию в сериалах, в кино и во всем, что не хватает России для того, чтобы достичь голливудского уровня. Вы для этого пришли на этот свет, у вас есть все данные, у вас есть стержень, на вас приятно смотреть, вас приятно слушать. Вы настолько целостны, что у вас будущее, которому могут многие, и даже не коллеги ваши, позавидовать. Главное, чтобы не завидовали. Это не очень хорошее. А быть примером для кого-то, это я был бы рад. По крайней мере, вы точно пример для этого поколения. Спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо вам. Без вас бы меня здесь не было. Я тоже.